Всем огромный привет! Мы с вами продолжаем играть в Mounted Blade вторую часть. Как помните, в прошлом выпуске создали себе персонажа, набрали небольшую армию, разобрались с основами, даже выиграли турнир. Турнир я выиграл из-за того, что в городочке, который называется, секундочку, а вот как он называется, я честно говоря не помню, в Зионике, точно. Я был до этого в Зионике, там я просто участвовал на арене в обычных боях, я тренировался. Здесь я сразу давайте покажу, есть помимо турниров такие вещи, если вы вдруг не играли в Mounted Blade. Я играл в первую часть, это было довольно-таки давно, лет 10 назад. Играл, я помню, просто в захлёб и одно лето я просто вот провёл, не вылезая из Mounted Blade в первой части и понял, что нужно завязывать, потому что в ней можно было творить всё, что угодно. Так вот, мы можем выйти с вами на арену и здесь у нас с вами есть Practice Fight, то есть это как бы, то есть это тренировка, но это не совсем тренировка, здесь что-то по типу дедматча, появляется большое количество противников. У нас с вами рандомное оружие прямо сейчас, кстати, неплохое, щит и меч. Прям очень неплохой, честно говоря, ну кидай. Соответственно, наша задача... Ого, чё это такое сейчас было? Первый раз, окей. Наша задача просто здесь выжить и убить как можно больше людей, и тогда мы с вами будем зарабатывать монеты. То есть так можно ещё и зарабатывать, естественно, немножечко прокачиваться. Давайте подберём. Подбирайся, пожалуйста. Ага, я так и знал, что где-то со спины кто-то есть. И вот там нас с копьём. Давай с копьём встретим. Давай, ах ты. Иди сюда. Нужно быть очень внимательным, потому что они будут появляться с всех сторон. Вот там ещё один. Давай. Хорош. Отлично. Нужно также следить за состоянием щита, чтобы его не сломали. Щиты ломаются довольно-таки быстро. Напоминаю, играем на сложности реализм. Ах ты, зараза. Давайте между собой сражайтесь. Чем больше мы с вами забьём, тем больше у нас будет здесь денег. Естественно, если не ошибаясь, если мы останемся последним выжившим, будет ещё больше денег. Я знаю, нужно сейчас аккуратно быть. Да, чтоб тебе просто было. Вот я именно это сказал. Он там спиной как раз кидался, но я не мог к нему отвернуться. Мы с вами получили всего пять монет. Давайте ещё раз сразимся. То есть, вот здесь вот я реально научился сражаться. То есть, вспомнил, как сражаться. Потому что, честно говоря, если вы играли в первую часть, вы должны, типа, видеть, что... А ничего не изменилось? Графика стала лучше. Да, графика стала гораздо лучше. А так-то, в принципе, в игре всё осталось примерно таким же, но... Будем посмотреть, что здесь ещё интересного есть новенького. Так, аккуратно. Я знаю. Справа. Ладно, он ушёл. Так, господи! В бошку нужна. Ха-ха, хорошо. А, у меня больше ничего нету. Давай подберём с земли. И тут есть такая фишка, что... Вот когда ты заканчиваешь бой, у тебя спрашивают, хочешь ли ты ещё раз поучаствовать. Если нажимаешь «да», то всё, что произошло до этого, оно как бы сгорает. Опыт ты не получаешь, естественно. Но зато есть шанс набить побольше. Ой, а у тебя меч сейчас заберём. Мне меч. Мужка побольше нравится, чем эта дубинка. Давай! Спасибо. Ладно, пока что не будем. Сначала с этим решим вопрос. Я понял. Бей его в спину. В спину бей. В спину бей, тебе говорят. Отлично. А вот как так-то? Почему я удар не нанёс? Нельзя спешить. Нужно давать удар до конца, только после этого что-то нажимать. Там никого? Забираем меч. С мечом мне попроще немножко. Никого нет? Вон, вижу, хорошо. Как же нету? Если есть. Не всегда есть. Подожди. Со спины кто-то. Да. Ладно. Ну. Хорошо. В бошку ему бы, а? Хорошо, отлично. Осталось 19. Мы трех забили. Ха-ха. Щит сейчас развалится. Ну, ты что, издеваешься, что ли? Да на! Жесть. Имперский вооружённый. Нет, армит это... Да нет, вооружённый, если правильный торговец. Давай вот это и вот это. Забирай. Всё хорошо. Живём. Ну. Ну бей. Как же я промазал. Давай спину его. В нём тоже копьё торчит, кажется, в руке, да? Подраним. Хорошо. Только урон 9 почему-то. Во, отлично. Давай, иди сюда. Есть. Выжжил. Меня пару раз таким ударом пробивали. Пробивали щит. 10 осталось. Ох, ну хорош, а? Я хочу забрать. Если это возможно. Я бы забрал. И щит тоже. Обновились. Живём. Я вообще хочу, на самом деле, дожить до конца. Так что вы там разбираетесь. Я здесь постою немножко. Я как бы семеро забил. Чё там происходит? Четверо осталось. Ждём, пока будет ноль. Это значит, что в спине никто не появится. И можно будет спокойно сражаться. Три осталось. Ну. Ну вот они, три. То есть... А, ну да, ноль. Ноль это всё, это победа. Этот с луком. С копьём, с мечом. Ты смотри, как он его прижал, а? Давай, давай, давай. В спину его. Хорош. Последний удар. У меня, на самом деле, здоровье. Буквально. На один ударчик. Так что нужно быть аккуратным. Есть. Это было круто. Ого, 250 монет заработали. Ты прикинь? Ты прикинь? Вот это крутотенюшка. Блин, мне понравилось. Слушай, а чё, можно ещё раз или нет? Я могу сейчас, секундочку, нажать клавишу С. Там как раз персонаж. Что там по опыту у нас? Четвёртый уровень. 11 из 20, да? А опыт? Да. 11 из 20 скиллпоинтов. То есть, я сейчас прокачать ничего не могу. Ну ладно, я тут помахался. Ещё ничего не получилось. Надо бог с ним. Ну, в принципе, мы с вами и так заработали очень неплохие деньги. Можно отсюда спокойно сейчас выходить в центр города. Я хотел бы пройтись немножко по городочку, посмотреть, может быть, кто-то сидит в таверне. Там, может быть, нанять его, чтобы у нас немножко побольше армия остановилась. И вообще, нам нужно с вами поговорить с благородными данного города, если они здесь есть. Они должны быть. Как это сделать? Я, честно говоря, не знаю. Сейчас будем проверять. Так, нам нужно определиться, куда мы хотим сходить. Миллес Зе Тайер. Тайер — это краситель. У нас с вами, кстати, появилось задание. Мы можем это сделать по-другому. Смотри. Нажимаем «Выйти». Теперь, вот. У него есть задание. Мы можем его взять. Артизанс, то есть, ремесленники, не могут продать их продукты в имитатисе. Там было написано, что закон о имитатисе диктует ремесленникам продавать их вещи. То есть, то, что они там производят по фиксированной цене. И это для них невыгодно. Привет. Меня зовут Такта. Все дела. Ну-ка. Вот. Я хотел бы... Я слышал, что здесь какая-то проблема. Да. А, кстати, а почему он с нами стал разговаривать? Почему он дал задание? Ну, потому что у нас известность, скорее всего, выросла. Скорее всего, да. Он говорит, что он работает допоздна, и ему еле хватает на хлеб. И вы спросите, почему так? Потому что он не может продавать его изделия, которые он делает по честной цене. Законы диктуют обратно. И он только что об этом сказал. И как я могу ему помочь? Он говорит, если ты сможешь доставить 6 единиц железной руды по его контракту вот этому лисике, вот этой девушке, где она находится-то вообще, эта крышевая лисика, она находится в поросе. Вот здесь вот можно поставить точечку трек, чтобы отслеживать это место. Это очень сильно ему поможет. Ну, то есть, по большому счету, мы можем... Есть какой-то другой путь? Слушай, прикольно. А, если я не собираюсь пойти в профит, то, может быть, кто-то из моих людей туда отправится и вернет обратно профит, то есть прибыль. На это не понадобится больше, чем 3 человека. Нет, это не просто 3 человека, это доверенные твои лейтенанты, а у меня таких нету, как видите. Так что, ладно, я возьму, возьму твое добро и сгоняю в порос. А также давайте посмотрим, может, еще какие-то задания здесь есть. Так, милос, а у тебя еще какое-то задание? Ой, я не хотел. И, кстати, по поводу русского языка в игре. На playground.ru там появился патч, вы можете загуглить, найти, спокойно скачать и установить себе. Там есть инструкция, как это делается, но я буду ждать официального русского языка, меня устраивает, в принципе, на английском, я вам все перевожу. Ха-ха, это забавное задание, смотрите-ка. Он говорит о том, что у него есть реальная проблема с браконьерами. Я подумал, что каких-то браконьеров нужно убить, но нет, тут все гораздо глубже. Несколько лет назад он проинвестировал в них деньги, в браконьеров, чтобы они здесь охотились. Он подкупил королевскую стражу, он заплатил все необходимые деньги местным властям, чтобы, ну, как бы, дал взятки всем, кому нужно, чтобы они могли спокойно охотиться, браконьерствовать и добывать пушнину. Но в итоге его эти браконьеры кинули, потому что сами настолько сильно разрослись и столько стали денег зарабатывать, что решили, что он им просто не нужен. И просто его кинули. Так, чем я могу тебе помочь, дружище? В Липу. Только я боюсь, что это будет не очень-то, на самом деле, просто. Ладно, давайте посмотрим. И Липа. Да уж. Это будет весело. Возраст 25 у него. Это целый город, я так понимаю, да? Это целый гребаный город. Там 35 милиции. А, ладно, хорошо. Есть какой-то другой путь? Если я не хочу сам сражаться, то я могу взять одного из своих компаньонов и 12 людей оставить здесь. И тогда, ну, в принципе, на этом и сойдемся. Но не беспокойся, я завалю их вообще без проблем. Только для начала нужно немножечко армию себе поднабрать. Да и, честно говоря, приодеться. Давайте-ка, знаешь, что сделаем? Отправимся сейчас в таверну. Там по-любому сейчас кто-то будет. Можно, на самом деле, это было бы сделать и быстрым переходом, но мы с вами пробежимся. По-любому кто-то в таверне будет, кого можно будет нанять. Дальше, может быть, немножко пройдем, повоюем, потому что хотелось бы все-таки еще немножко подкачаться. И нам нужно заработать бабок. Это самое главное. Я сейчас так увлекся вот этими всеми вещами. У нас есть основное задание. Нам нужно с вами восстановить наш клан. Это самое главное. Ну что, давайте смотреть. Если я с тобой поговорю, нет, это городской человек. Городской человек, ну, просто гражданин. Таунсмен. Это все граждане. А вот это у нас с вами наемник. И он говорит, что за 900 монет он и два его приятеля станут моими подопечными. То есть будут за меня сражаться. Но нет, нам это не выгодно. Ты что-нибудь интересное скажешь? Нет, ничего интересного. Геймхост. Подожди, с тобой можно сыграть? Если я хочу сыграть, то присаживайся и мы начнем. Итак, таблут это игра, в которой атакующие черные сражаются против защитников белых. Атакующих больше, чем белых. Но защитникам белым не нужно ничего захватывать для победы. Их основная цель это охранять своего короля в центре. Король двигается точно так же, как и все остальные пешки. Хорошо, следующее. Пешка может двигаться в любом направлении по горизонтали или вертикали, но они не могут перепрыгивать через другие пешки. Также пешки не могут пересекать центральную точку. Как только король покидает ее, он тоже не может больше ее пересечь. Захват пешки работает таким образом. Ты должен окружить ее с двух сторон, и тогда ты ее захватываешь. То же самое можно сделать, если ты ее одной своей пешкой прижмешь к центру. Защитники выигрывают, если они смогут передвинуть своего короля к краю карты. К краю как раз доски. Атакующие выигрывают, если они захватывают короля. Я сыграл с ним один матч на самом низком уровне сложности, просто чтобы потренироваться. У меня возникла проблема, меня выкинуло из игры, но это не страшно. Так вот, здесь можно сделать ставку, только если он будет играть на максимальной сложности. Так что я хочу попытаться поставить... Хорошо, 500 монет. Почему бы нет? Давай сыграем. Давай, погнали. Я буду защит... Да, защищаться буду. Хорошо. Это выигранная партия. До свидания. 500 монет? Я... Я получил 500 монет на халяву. То есть, это... Это прям шикарнейший способ, как можно зарабатывать деньги. Я просто не знаю, насколько у него много денег. Но, типа, прощавай. Я сейчас не буду тратить ваше время. Если что, мне понадобятся бабки. Я сюда вернусь и, естественно, его обделаю еще пару раз. Но сейчас это было супер просто. Ну-ка, может, еще что-то интересное расскажешь мне? Смотри-ка. Я разговаривал со своим дядюшком. И он сказал мне, что если купить немножко масла где-нибудь здесь, довольно-таки дешево, а потом взять его вратае, то можно получить 32 монеты с каждой бочечки масла. Это прикольно. А нам вратае, в принципе, нужно сходить. Ну, я собирался уходить, но ко мне подходит один из торговцев. Мы слышали слухи о том, что ты купил кое-какие вещи у Милоса, как раз, Красителя. Но наши местные законы требуют того, чтобы местные торговцы покупали вещи сразу у ремесленников. Я уверен, что то, что ты сделал, это просто была ошибка, но у нас есть законы. Так что отдавай контрабанду, и тогда мы просто закончим с этим. Я не хочу нарушать закон. И дальше мы говорим, что ты просто грабишь меня, прикрываясь законом. Я ничего тебе не отдам, вот именно это я и скажу. Я это уважаю. Но ты совершаешь большую ошибку. А, я думаю, что ты об этом пожалеешь. До свидания, засранец. Так, у меня повысился криминальный рейтинг, я тебя понял. Отношения понизились. Ууу. Вау. Класс. Это интересно. Мне сказали, что если я здесь куплю масло, ойл, то я смогу вратае продать его дороже. Я хочу купить на все, практически на все хотя бы. 560. Ай, тихо, мне тоже не нужно. Это, пожалуй, уберем. Зерно можно было бы взять немножечко, да? Потому что зерна нету. Вот зерно. Можно взять бочку пива. А, я уже не могу, у меня слишком много. Ну ладно, тогда уберем парочку бутылок масла вот так вот. И отправляемся с вами в поход. Заплатили 1600 монет, покидаем город и ищем с вами, вот у нас с вами порос, а мне нужно вратае. Ратае это вот здесь вот. Я помню в Kingdom Come Delivery было какое-то ратае, но там по-другому писалось, там через букву А. А здесь, скорее всего, какой-нибудь ратае. Ладно, погнали. Да уж, мы с вами совершили первое преступление. Это прикольно. Но я пока что не знаю, чью сторону я хочу выбрать. Может быть, я не чью сторону не хочу выбирать. Может быть, я хочу завоевывать под свои флаги. Вот, вроде здесь это должно быть возможно. Давай, да давай, поехали, поехали. Итак, продать масло по 85. Ну, конечно, не так много мы с вами с этого получим, но все же. 2 280 хотя бы. Ну, то есть, порядка 150 монет мы на этом подняли. Ну, типа такое. Но можно на самом деле здесь пройтись, и может нам кто-то еще что-нибудь предложит. А вот это вот уже интересно. Смотрите, если мы купим здесь серебряную руду и вернемся обратно в Эмитатис, то заработаем по 97 с каждого кусочка. Спасибо, дружище. Надеюсь, что так и есть. Давайте возвращаться на карту. Вот таким образом можно немножечко барыжить, если сейчас я это дело найду. Серебряная руда. Кстати, щиты продают. Я хочу купить щит. Ммм, кавалерийский малый щит. Давай что-нибудь попроще. Хотя бы, я даже не знаю. Вот такой. Пускай один-то такой будет. Ну, просто чтобы было. Вот, пожалуйста, серебряная руда. Можно купить 8 кусков. Довольно-таки дорого стоит. Причем, каждая последующая покупка была дороже, чем предыдущая, если не ошибаюсь, да? Заплатим 988, но там еще и щит стоил. Покидаем это место. Так. Так, я хочу надеть щит вот сюда. Все, окей, мы с вами приоделись. Готово. И возвращаемся в Амитатис. А Амитатис у нас с вами вот там. У меня железная руда это совершенно другое. Во, 193. Представляешь, она стоит? Там стоило 108. Вот это... Вот это набарыжили. 1200. Красота. Того 2400, но с учетом того, что мы еще и щит купили, это очень неплохо. Так, теперь у нас с вами задание. Отправиться... Нет, вот. Доставить 6 руды железной в Порос. Порос у нас с тобой отмечен. А у меня есть какой-то срок? Два дня взяли назад. Но, в принципе, это неважно. Порос находится... Где Порос находится? Я не знаю, где он находится. Выходим отсюда. Порос находится где-то наверху. Вот там. Понял тебя. Нам, честно говоря, нужно скинуть обычных бойцов и вместо них взять кого-нибудь посерьезнее. У меня есть лучники, я их взял в одной из таверн. Ну, типа, они стоили не очень дорого. 300 или там что-то типа того. Итак, теперь мы с вами должны что сделать? С тобой поговорить, нет? Я должен отнести эту железную руду вот этому Crash Finger Люсика. Если не ошибаюсь, мы можем сделать это вот так вот. Вот ей как раз. Просто поговорить с ней. Меня зовут Мор. Все дела. Мимила Скраситель. Ну, Тайр это тот, кто занимается красками. Отдал мне вот это. Да, мы этого же дали. Железная руда. Все хорошо. Вот. Подожди. Это для меня? Это очень много на самом деле. Прикольно, да? Хорошо. Отдаем. Спасибо. То есть мне нужно вернуться или нет? Во всяком случае, с ним у нас повысились отношения. С этим ухудшились. С этим тоже ухудшились. Еще раз ухудшились. Понятно. Зато мы с вами выполнили наше первое задание полноценное. И таким образом у нас сейчас 3000 монет. Слушай, так хорошо. А давай-ка по заданиям вот по этим побочным посмотрим. Смотри. Нет, не по этим. Вот по этим заданиям. Нам нужно 20 человек. Известность 50. И нанять одного компаньона. Но компаньона нанять довольно-таки дорого. Это, в принципе, можно сделать как раз в таверне. Давайте, наверное, может быть, наймем. Почему бы нет? И смотри. У нас здесь есть опция как раз зайти в башню. Кип. То есть, ну, это что-то типа вот такой башенки, как видите, вот здесь. Или вот там вот. Вот это вот кип. Или, в принципе, вот это все. Это может быть кип. И, скорее всего, вот именно здесь-то и работает наше умение Рогуэры. То есть, бродяжничество. Или даже, можно сказать, жульничество. Что-то типа того. Мы можем подкупить охрану за 725 планет. Мне безумно интересно посмотреть, что там внутри находится. Давайте сходим. Видишь, мы подкупили. И сразу можем зайти, например, в данжен. Это там у нас с вами как раз заключенные. Либо в зал лордов. Но, в принципе, это просто охрана. И если я нападу на кого-нибудь, то мне хана. Но так-то. Центр. Мортира. Она находится вот там наверху. А с ней познакомиться можно? Это было бы прикольно, слушай. Как мне туда попасть? Здесь у вас подъем есть где-нибудь? Во, вот тут вот. Точно, это прямо в ее покое. Ну, хотя бы познакомиться с ней. Пару слов. Мортира, привет. Оба, я случайно. Сейчас было бы прикольно, если бы прописал. Она просит нас представиться. Меня зовут Мор. Ну, хорошо. Почему бы мы не говорим, что мы ему злов? Я же выбрал другое имя. Ну ладно, хорошо. Я Мортира из дома Лени Пардес. И мы, смотрите, как раз можем у нее спросить про безрассудство Нереза. Но это как раз то, что у нас с вами... С чем монетка связана? Это что, в каждой придется подкупать? Я думаю, что есть и другой путь. Но давайте спросим. А, это так некоторые называют великую битву при Пендрайке в... Пендрайке, да, все правильно. В 1077 году. Так, хорошо. Император Нерез вел армию. Его сопровождали Хузаиты и Асраи, чтобы сражаться с коалицией струггинянецов, ботанийцев. То есть мы как раз струггинянец. Ботанийцев и владеанцев. Это был просто ужас для него. Здесь так темно у нее. Он умер во время этой битвы. Но победители многого из этого не выиграли. Меня там не было. Но Люкон... Кое-что знает об этом. У него есть кое-какие мысли об этом. Люкон. Последний раз его видели в Артрион Кастле. Сегодня. Так, Артрион Кастл можно поставить... Он владелец этого замка. Понятно. Ладно, хорошо, договорились. Это, видимо, глава семейства. Друзья, Сора, Чали, Энемис, Семья. Нет, нет, нет. Он ничего общего с этим не имеет. Понятно, она просто о нем знает. Хорошо, запомнили. Так, давайте это закроем. Договорились. Подожди. Давай с тобой еще поговорим. Мор. Ладно, мне нравится, когда меня так называют. То есть Мор это как повальная смерть, эпидемия. Ну, я думаю, вы поняли, почему я такое имя сейчас выбрал. Ну, сори за это, конечно. Но это мне показалось очень... Очень как-то, я не знаю, символично, что игра мне сама предложила это имя. Так, соответственно, мы можем спросить что-нибудь другое. Я слышал, что тебе нужна кое-какая помощь. Без обид, но мне кажется, ты не сможешь мне помочь. Я никогда не слышал ничего о твоем клане. И я не знаю, можно ли на тебя рассчитывать или нет. Так, понятно. Нужно как-то заслужить ее, как бы, расположение. Я сейчас пойду быстренько проведу один бой. Хочу 250 монет себе вернуть, потому что, ну, деньги на ровном месте потеряли. Ну, как потеряли. Хотя бы мы с вами немножечко информации получили. Нам, конечно, информации нужно гораздо больше. До свидания. Смотрите, я сейчас спросил, а нет ли рядом у нас каких-нибудь турниров. И он сказал, что в Умитатисе начинается турнир. Все, почесали в Умитатисе тогда. Попытаемся сейчас еще один турнир выиграть. Обожаю турниры. Я просто обожаю турниры здесь. Я их обожал еще в первой части. Ну, не знаю, тут это просто, это что-то с чем-то. Потому что турниры это одно из самых классных, что в этой игре есть. Побежали обратно. Я, кстати, предлагаю пройти через Тевио. Я надеюсь, что все будет нормально. Окей, теперь покупаем здесь. Овцы есть? Овцы есть. По 92 продаются, да? Каждая последующая. Ну, в принципе, все по 92. Хорошо, это выгодно. Больше мне здесь, в принципе, ничего не нужно. Можно было бы шерсть еще купить. А что бы нет? Давай купим. Там вроде и шерсть тоже любят. Что там по поводу сыра я не знаю. Ну, вот шерсть мы точно продадим. И чешем с вами быстренько в имитатис. Мы заплатили сейчас зарплату. Сейчас еще одну зарплату заплатим. В этом плане нужно быть очень аккуратным. Теперь продаем с вами овец. По 122. Отлично, по 122 монеты. Шерсть по 72. Сейчас мы с этого с вами немножечко подзаработаем. У нас 2184 уже. Продаем с вами топорик. 2224. Класс. Ну что? У нас с вами получается сеточка один на один. Везде. До конца. С какой-то стороны это хорошо. Посмотрим. Тихо, нет. Посмотрим, какие будут участники. Давай. Хорошая ставка, блин. Смотри-ка, в два раза больше. Ладно. Ну иди сюда. Смотри-ка, в два раза больше. Отлично. Этот, похоже, защищен. Есть. Давай, милостей, иди сюда. Хорошо. Хорошо. Черт промазал. Есть. Ну, давай подходи. Фига себе. Офигенно. Во. Совсем другое дело. Отлично. Хорошая тактика. Ну же. Тихо. Нужно добить. Есть. И еще один турнир за нами. Ну что. Еще три известности. Это мы можем продать или оставить. В принципе, 1980 выигранных. Фух. Ну что, у нас с вами таким образом получается. Сейчас давайте посмотрим. 3000 монет. Я поставил сюда как раз наш меч. У меня есть щит. И мы получили вот эту оружейку. Я думаю, что ее стоит оставить как раз для нашего подопечного. У нас его, правда, сейчас нету. А вот чтобы он появился, нужно отправиться все-таки. Я это хотел еще до этого сделать. Нужно отправиться в таверну. Мы с вами сюда уже заходили. Но я нашел там классную игру в кости. Во, в кости это самое. В шашки. И естественно стал в нее играть. Подождите. У нас вот по идее всегда стоят около колонн вот здесь, ребятки. Это просто какой-то бандит. Ха-ха. Тебе нужны бойцы. Я и три моих товарища. Он будет за меня служить всего за 120. Я могу найти только троих из вас. Свод 90. Нет, нет, нет. Мне такое не нужно. Мне нужен лидер. Он мне абсолютно не подходит. А есть ли здесь кто-то такой? Может быть в этом городишке-то и нету. О, музыкант. Смотри-ка, что он говорит. Он мне говорит, что если у меня будут заключенные, он может их у меня забрать. И естественно заплатит за них. А, лучше принести свой кошелек. У меня есть несколько заключенных на продажу. А у меня действительно есть парочка лутеров. И сколько это стоит? Я получу всего 10 монет. Ну, ну и замечательно. 10 монет, так 10 монет. Я так думаю, что в будущем у нас просто их будет гораздо больше. И мы теперь знаем, где их продавать. Слушайте, я вернулся в Тавердум, потому что по-любому это где-то здесь. Нашел здесь какой-то Халию де Вандер, то есть продягу. А, соответственно, незнакомец. Кто ты такой? Соответственно, мы представляемся. Расскажи мне свою историю и давай-ка выпьем с тобой немножко вина. У ее семьи были долги, так что она вступила в армию. Также говорит, что ей больше всегда нравилась мужская работа, чем женская. Я так понимаю, что она, скорее всего, и есть одна из компаньонов, возможных нанять. Так, давайте посмотрим, что здесь можно сделать. Вот, все верно, да. То есть каждый раз, когда я захожу в Таверну, в ней что-то меняется. То есть она немножко перезагружается. И вот она и действительно является компаньоном. То есть мы говорим, что да, нам бы не помешал компаньон. Ох ты ешь, 1044 монетки. Ну ладно, договорились. Теперь она в нашей команде. Первого компаньона мы с вами нашли. И все-таки я абсолютно точно уверен, что я видел точно... Ну, то есть там мужик какой-то был. Вот здесь вот наверху, именно поэтому я и пошел смотреть мужика, искать на втором этаже. Вот, опять же, брокер, он переместился оттуда сюда. Видите, все немножечко меняется. Вот в этой комнате здесь стоял мужик. Ну, это опять же, горожанин. Да, и вот он тоже был компаньоном. Просто у меня тогда не было денег. Это я... Это даже в запись не попало. Это во время первого выпуска было. Так, ну это хорошо. В принципе, компаньон у нас с вами появился. Давайте посмотрим, что там по опыту. 19 из 20. Там еще чуть-чуть что-нибудь сделать. У нас с вами следующий уровень. Давайте опять же заглянем сейчас в инвентарь. И по идее мы ее можем приодеть. Айрен Спата. У нее получается неплохое оружие, черт побери, да? Это на самом деле можно просто по цене посмотреть. Здесь цена 70, здесь 123. То есть у нее по-любому меч лучше. А вот одежда... Одежда, конечно, та еще. А если я выберу это... Ммм, кожаная шляпа. И все. То есть ее как минимум нужно приодеть. Возможно даже купить ей щит, как у меня. Потому что если мы с ней попадем в какую-нибудь передрягу... Ох, у меня она за 640. У меня за 640. Вот это вообще фигня, да? То есть такую дешевую оружейку нам продали. Самое главное, что мы с вами выполняем вот это задание. Нам нужно поднять теперь известность. Дальше нам нужно нанять еще парочку солдат, чтобы у нас 20 человек было в команде. И... Заработать еще деньжат. То есть можно поучаствовать в каких-нибудь... Ну, опять же, в каком-то турнире. Можно выяснить, где он находит. Ну ладно, ребят, давайте погнали со мной. Заплатим 60 за двоих. То есть у нас получается теперь 20 человек в команде плюс компаньон. Остается набрать только известность. И, естественно, заработать еще деньжат. Но этим я предлагаю уже заниматься в следующем выпуске. И тогда как раз пройдем это основное задание. На это пока что все. Если понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые. Удачи, друзья, пока. Увидимся в следующем. Продолжение следует...